А сегодня, помимо того, что заблокировали в прошлом году, сегодня хотят потратить 120 миллионов на свои политические хотелки. То есть в той ситуации можно было им так делать, в той ситуации нельзя было брать кредит, а сегодня можно из бюджета попытаться взять 120 миллионов на выбор. Но я думаю, что это не удастся, потому что по закону выборы могут проходить только за деньги из бюджета. Никакие ни гранты, ни кредиты, ничего нельзя будет делать. Поэтому я думаю, что даже если они будут настаивать на выборах сейчас до начала массовой вакцинации, непонятно на какие деньги это будет происходить. Я думаю, что я совершенно уверен, что большинство граждан Молдовы, если вы сейчас выйдете на улицу и спросите 10 человек, 8 или 9 из 10 скажут, что конечно же на вакцинацию в первую очередь, а уже потом выборы, через 3-4 месяца, которые ничего в глобальном смысле не решат. Они, понимаете, разница выборов сейчас и через 3-4-5 месяцев, в полгода, это для Майя Санду, для ПАС, который сейчас просто рвет рубашку. Это может быть 3-4 депутата, у них может понизиться рейки. Вместо 40 и 35 у них мандатов. Но в человеческих жизнях это разница в 5-6-7 тысяч жизней. Стоит ли один мандат, если поделить 5 тысяч жизней на 5-7 мандатов, это несколько тысяч человек за мандат, я думаю, что это не очень правильная математика. И все равно придется договариваться. Это отдельная тема. Я даже не говорю о том, что может увеличиться резко количество смертей. Я не говорю о том, что нужно договариваться. И мы можем не прийти к консенсусу. Более того, мы сейчас раскрыли... К такому же варианту. Да, не к такому, еще к худшему. Я объясню, почему. Если сейчас конституционный суд говорит, окей, она права. Президент может отказывать постоянно к парламентскому большинству. Где гарантия того, что в следующем парламенте следующее парламентское большинство, каким бы оно не было, выдвигает кандидатов в премьер-министры, а президент говорит, вы знаете, мне они нравятся. Мне не нравятся эти депутаты, которые на новые пришли. Ну, не нравится и все. Вот у них есть проблемы с интегритацией. Вот у кого-то дом большой, у кого-то не зарегистрирована машина, и вот там среди 55 или 60 депутатов есть 4-5 депутатов, которые плохие. Вот не нравится и все. Давайте снова на выборы. Все-таки вот у меня 45, вот, а если чпать, еще 5 депутатов я доберу, 6, и все, и будет счастье вам. И опять на полгода. А вакцины все нету или есть в маленьком количестве. Понимаете, да? Вы сейчас серьезно об этом говорите. Подождите, я не серьезно говорю, подождите. А если у нее сейчас получится? Вот если она отказалась, будет назначать пример от большинства. Вот что и помешает? В следующий раз то же самое не сделает. Вот скажите, вот что? Вот она проснулась утром, посмотрела список депутатов и сказала, что этот плохой, это у вас что-то не так, и так далее и так далее. Все, вот плохие. Все, поехали по новой. Все.